Здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня я расскажу вам о машинно-аппаратурной схеме линии производства мыла. В зависимости от назначения мыла, типа мыла, а также вида сырья, из которого производится мыло, различают два способа – прямой и косвенный. Рассмотрим их подробнее. Прямой способ. Путем нейтрализации жировой смеси растворами соответствующих содопродуктов получают мыльный клей, который по концентрации жирных кислот и содержанию электролитов соответствует пределам, установленным техническими условиями. Сваренное таким образом мыло направляют на дальнейшую обработку, без дополнительных операций. Прямой метод широко применяют при варке хозяйственного мыла из-за хорошо очищенного жирового сырья. Прямой способ варки мыла заключается в проведении двух последовательных операций. Карбонатное омыление раствором углекислой кислоты и нейтрализация остающихся жирных кислот и омыление нейтрального жира раствором едкой щелочи. Каустическое до омыления. При карбонатном омылении в котел загружают расчетное количество раствора кальцинированной соды рабочей концентрацией 28-30%. Нагревают острым паром до кипения и вводят горячие жирные кислоты. Вначале натуральные жирные кислоты и жирозаменители, затем синтетические жирные кислоты. При наличии в рецептуре мыла нафтеновых кислот и канифоли их рекомендуют вводить в первую очередь, так как образующееся при этом мыло обладает небольшой вязкостью, что облегчает удаление из него углекислого газа. Во избежание выброса мыльной массы из аппарата в результате образования больших количеств углекислого газа. Кислоты вводят постепенно при тщательном перемешивании и кипячении массы. Обратный порядок загрузки, то есть сначала жирные кислоты, а затем раствор соды, недопустим из-за возможного образования в этом случае кислого мыла. Поскольку реакция нейтрализации жирных кислот протекает с выделением теплоты, то реакционную массу подогревают только в начале процесса. Для перемешивания и облегчения удаления углекислоты в котел периодически подают острый пар или сжатый воздух. По окончании ввода жировой смеси массу кипятят некоторое время при умеренной подаче пара, добиваясь полноты удаления углекислого газа. Окончание карбонатного омыления характеризуется следующими признаками. Объем мыльной массы после прекращения подачи острого пара не изменяется, и на ее поверхности отсутствуют пузырьки газа. Карбонатное омыление считается законченным при содержании в карбонатной массе углекислые соды не более полупроцента. При большей концентрации карбоната натрия производят корректирование путем добавления жидких кислот по расчету или дополнительным кипячением. Содержание жирных кислот в карбонатной массе должно быть 67-70%. По окончании карбонатного омыления производят до омыления раствором каустической соды концентрации 40-42%, которую вводят в котел отдельными порциями при кипячении и перемешивании массы паром. В процессе омыления поддерживают избыток щелочи в омыляемой массе, чтобы исключить образование кислых мыл, но не более 0,1-0,2% в период окончания процесса. При доомылении в первую очередь происходит нейтрализация оставшихся в котле жирных кислот, а также кислых мыл и бикарбоната натрия, если они имеются. А затем омыляется нейтральный жир. Каустическое доомыление считается законченным, когда после контрольного кипячения мыльной массы в течение 30 минут. Содержание свободной едкой щелочи в нем не изменяется. Сваренный таким образом мыльный клей должен представлять подвижную, однородную и в тонком слое прозрачную массу с содержанием жирных кислот не менее 60%, едкого натра не более 0,2% и углекислой соды не более 1%. Его откачивают в мылосборнике и направляют на охлаждение, сушку и механическую обработку. Косвенный способ. Сваренный прямым методом мыльный клей обрабатывают растворами электролитов, под действием которых происходит разделение мыльной массы на две фазы – ядро и подмыльный щелок, или ядро и подмыльный клей, или на три фазы – ядро, подмыльный клей и подмыльный щелок. Полученное в результате высаливания мыльное ядро с содержанием 60-63% жирных кислот в виде мыла подвергают затем охлаждению, сушке и механической обработке, как и мыло, связанное прямым методом. Косвенный способ применяют при варке хозяйственных мыл из жирового сырья, содержащего различные примеси, при использовании сообстоков, темных сортов технических животных жиров и прочего. При варке мыла из нейтральных жиров, что дает возможность утилизировать глицерин, переходящий в подмыльный щелок, при выработке всех видов туалетных мыл из жирных кислот и нейтральных жиров. Косвенный способ варки мыла используется в связи с более высокими требованиями к цвету и запаху готового продукта. Технологический процесс варки хозяйственного мыла косвенным способом включает следующие последовательные операции. Омыление. Частичное высаливание мыльного клея с разделением системы на ядро и подмыльный клей, при использовании очищенного животного сырья. Омыление. Полное высаливание с получением ядра и подмыльного щелока. Шлифование. Частичное высаливание ядра с разделением системы на ядро и подмыльный клей, при применении неочищенного жирового сырья. Процесс омыления осуществляют так же, как при прямом методе. То есть вначале проводят карбонатное омыление, затем каустическое доомыление с получением мыльного клея, содержащего не менее 52% жирных кислот в виде мыла. Частичное высаливание мыльного клея проводят электролитами, растворами поваренной соли или каустической соды. Для этого в мыльный клей при кипячении и тщательном перемешивании острым паром подают порциями расчетное количество электролита. Чаще всего 20% раствор соли. После ввода каждой порции мыльную массу кипятят и тщательно перемешивают для равномерного распределения электролита в массе. Концентрацию электролитов, обеспечивающую разделение системы на ядро и под мыльный клей, устанавливают в соответствии с концентрацией жирных кислот и рецептурой жировой смеси. В таблице на слайде приведены оптимальные концентрации электролитов при частичном высаливании мыла, сваренного по обычным жировым рецептурам. При правильном проведении частичного высаливания масса в котле кипит ровно. На ее поверхности видны пластины шириной 20-25 см. Со остального шпателя клей стекает тонким слоем, оставляя его верхнюю половину сухой, а нижнюю покрытой тонким слоем прозрачного мыла. По окончании процесса частичного высаливания мыльную массу отстаивают в течение нескольких часов с получением двух фаз. Ядро, содержащее 60-63% жирных кислот, готовая мыльная основа, и подмыльный клей с содержанием 25-30% жирных кислот. Длительность отстаивания мыла после частичного высаливания зависит от жирового состава, концентрации и вместимости котлов. Например, при использовании котла вместимостью 50 кубометров мыльная масса отстаивается в течение 20-30 часов. Соотношение выходов основы ядра и подмыльного клея составляет 65-70 и 35-30% соответственно. При содержании в ядре не менее 60% жирных кислот, не более 0,2% свободной щелочи и не более 1% углекислой соды, готовую основу откачивают в мылосборнике и далее направляют на охлаждение, сушку и механическую обработку. А подмыльный клей через нижний штуцер выгружают в отдельный котел для последующей обработки с целью его очистки. При использовании неочищенного жирового сырья, а также сообсточного ядра для варки мыла, сваренный мыльный клей подвергают полному высаливанию растворами электролитов. Для этого в мыльный клей при кипячении и интенсивном перемешивании острым паром вводят порциями 20% раствор поваленной соли в количестве, обеспечивающем разделение системы на ядро и подмыльный щелок. Полное высаливание считается законченным, если в пробе на шпателе отчетливо видны зерна ядра, между которыми стекает прозрачная жидкость – подмыльный щелок. По окончании процесса высаливания мыльную массу отстаивают в котле вместимостью 50 кубометров в течение 2-4 часов с получением двух фаз – ядра и подмыльного щелока. Последний спускают в отдельную коробку для последующей обработки, а ядро шлифуют с целью повышения качества основы, снижения содержания в ней электролитов и улучшения цвета. Операция шлифования заключается в том, что ядро вначале превращают в мыльный клей путем кипячения острым паром с добавлением в него воды. Полученные в результате разварки мыльный клей, содержащий 50-55% жирных кислот, подвергают частичному высаливанию, с последующим разделением системы на ядро и подмыльный клей. Подмыльный клей содержит до 30% жирных кислот в виде мыла, до 1% свободной едкой щелочи, разное количество других электролитов, кальцинированной соды и поваренной соли, а также сопутствующие вещества и примеси, перешедшие в клей из жирового сырья и материалов для мыловарения. Обработка подмыльного клея перед использованием его для последующей варки мыла с целью улучшения его качества состоит в нейтрализации содержащихся в нем свободных щелочей и высаливании полученной мыльной массы, поваренной солью. Нейтрализацию свободной едкой щелочи и углекислой соды осуществляют жирными кислотами при интенсивном кипячении с доведением остаточной щелочности в мыльной массе до 0,05%. Полученный мыльный клей высаливают при кипячении с сухой солью. После двухчасового отстаивания подмыльный щелок сливают и подвергают дальнейшей обработке. А очищенное мыльное ядро используют для очередной варки мыла. Для достижения более глубокого эффекта очистки подмыльного клея выделившиеся при разделении системы ядро разваривают с водой до мыльного клея и повторяют операцию высаливания. Подмыльный щелок, полученный в процессе приготовления основы хозяйственного мыла косвенным методом, а также при обработке подмыльных клеев и других жировых отходов, содержит в среднем 8-9% хлористого натрия, 0,01% свободного едкого натра до 0,8% жирных кислот в виде мыла. Подмыльный щелок обрабатывают с целью снижения потерь дорогостоящей каустической соды и жирных кислот. Для отделения извлеченного мыла подмыльный щелок охлаждают до 50 градусов Цельсия. При этом извлекается до 50% умыленных жирных кислот, содержащихся в исходном щелоке. Дальнейшее снижение содержания жирных кислот и извлечение содопродуктов из подмыльного щелока достигается методом ожиривания. Сущность его заключается в том, что подмыльный щелок нейтрализует с жирными кислотами в количестве, превышающем на 15-20% необходимое для полного связывания едкой и углекислой щелочи. В этих условиях образуются труднорастворимые кислые мыла, которые могут быть удалены из подмыльного щелока тем или иным способом. Нейтрализацию подмыльного щелока осуществляют с жирными кислотами технического жира, сообстока или с ЖК фракции с содержанием углерода С17-С20 при температуре 80-85 градусов Цельсия и непрерывном перемешивании с последующим отстаиванием массы в течение 3-4 часов. Всплывшие в верхней части бака котла кислые мыла собирают и направляют на основные варки, а подмыльный щелок реализуют, продают строительным организациям или же сливают через жироловушку в очистную систему предприятия. Расход жирных кислот на нейтрализацию составляет в среднем 100-130 кг на 1 тонну подмыльного щелока. Схема варки хозяйственного мыла периодическим способом представлена на слайде. Растворы кальцинированной экоустической соды, поваренной соли и вода поступают в котлы 8, 9 и 10 и измерников 1, 3, 4 и 7. Приготовление растворов осуществляется в коробках 24, 21 и 18, из которых насосами 23, 20 и 19 они перекачиваются в соответствующие мерники. Жирные синтетические и нефтяные кислоты из хранилища закачивают в коробки 2, 5 и 6, откуда они самотеком поступают в мыловаренные котлы. Приготовление сплава канифоли с жирными кислотами осуществляется в мешалке 15, из которой насосом 16 его подают в котлы. В мыловаренных котлах 8 и 9 производят облагораживание жировых отходов. Осветленное ядро из этих котлов откачивают в мыловаренный котел 10, насосом 14. Подмыльный клей и подмыльный щелок из одного вспомогательного котла 8 или 9 в другой перекачивают насосом 12. Этим же насосом подмыльный клей из основного котла передается на обработку в котлы 8 и 9. Подмыльный щелок из котлов 8 и 9 поступает в коробку 13, откуда после снятия мыла его направляют на дальнейшую обработку. Карбонатное омыление и каустическое до омыления жирных, синтетических и нефтяных кислот проводят в чистом котле 10 или на осветленном ядре в котлах 9 и 10. Готовую основу из котлов 9 и 10 через фильтр насосом 17 откачивают в мылосборник 11, откуда насосом 22 подают на охлаждение, сушку и механическую обработку. При периодическом способе процесс осуществляют в котлах вместимостью 200 кубометров. Мыловаренный котел состоит из стального цилиндрического корпуса 1 с коническим днищем или крышкой, плоской или шатровой формы, снабжённой вытяжной трубой 5 для отвода в атмосферу водяных паров и углекислого газа и люком 6 для наблюдения за процессом. Котлы оборудованы следующими устройствами. Кольцевыми душами 3 и 4 для подачи жиров или жирных кислот, растворов каустической и кальцинированной соды, поваренной соли и воды. Сухую поваренную соль забрасывают через смотровой люк 6. Шарнирной сифонной трубой 7 для откачивания ядра. Ручной лебёдкой 2 для подъёма или спуска шарнирной трубы. Перфорированными змеевиками 8 для нагрева и перемешивания реакционной массы острым паром. Имеется штуцер 9 для откачивания мыла, сваренного прямым способом или подмыльного клея при косвенном способе варки, а также для спуска подмыльного щёлока. Мы рассмотрели машинно-аппаратурную схему линии варки мыла. Благодарю вас за внимание. Делитесь видео в социальных сетях, распространяйте его. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик уведомления о новых видео. Желаю вам всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok